Всем привет, с вами Денис и мы продолжаем проходить игру Final Fantasy, часть номер один. Итак, ну, в прошлой серии мы, значит, с вами прошли Цитадель Испытаний. Туда нас, в принципе, посылал вот этот Богомут, который является королем драконов. Вот, и он нам сказал, что если вы пройдете все испытания, я вас там чем-то награжу. Ну, в общем, мы так и сделали, мы прошли Цитадель Испытаний, вот, и вернулись к Богомуту. Ну, давайте, не будем тянуть, давайте с ним поговорим. Теперь я вижу мужественных людей перед собой. Ваша храбрость заслуживает рассмотрения. Так, барабанная дробь, друзья. Принесенный вами хвост крысы является достойным знаком мужества и силы. Пусть будет так. Вы достойны той участи, что подобает вашей доблести. Та-да-да-там! Что происходит? Что происходит? Барабанная дробь. Опа! Опачки! Вот так вот, друзья, смотрите. Нас, нас Богомут, в общем, превратил... Наверное, не то слово. Он нас обучил. Обучил... В общем, мы получили новые профессии. Нас поднялся класс профессий. Теперь у нас... Груз является не воином, а рыцарем. Джек является не монахом, а мастером. Елена... Теперь у нас не белый маг, а белый волшебник. И, соответственно, Гарри не черный маг, а черный волшебник. Вот таким вот образом мы поднялись, так скажем, стали настоящими суперкрутыми героями. И теперь нам вообще все ни по чем. Мы сейчас будем творить добро на всей земле. И так, куда мы теперь направляемся? Давайте мы с вами быстренько слетаем в Гайю. Надеюсь, вы помните, где-то находится. Я, конечно же, это сделаю за кадром. И встретимся в городе под названием Гайя. Так, а что, собственно, мы забыли в этом городе, я, конечно же, вам не сказал. А мы сюда пришли для того, чтобы купить заклинания, которые были доступны только волшебникам, а не магам. Давайте зайдем в магазин черной магии и посмотрим. Так, Близзагу мы уже покупали. Теперь мы с вами выучим, вернее, купим и выучим заклинание Брэк для черного волшебника. Это переводится как раскол, накладывает окаменение на одного врага. Вот так вот. Ну, пускай будет. В общем-то, есть-то не просит. Пускай в запасе будет. И сейчас идем, опять же, в магазин белой магии. Здесь мы с вами купим два заклинания. Это Курайя, Кураджа. Как правильно произносится, не знаю. Это полностью восстанавливает ХП одного союзника. И Диайя, Диайя, как-то так. Это, конечно же, самое сильное заклинание против нежити. Пускай у нас Елена будет владеть этим заклинанием. Так, теперь. Что мы теперь сделаем? Нам, может, что-то продать нужно? Давайте посмотрим. Да, нам нужно продать парочку ненужных вещей, которые мы нашли с вами в цитадели испытаний. Продадим их мы вот в этом торговом центре. Будем так это называть. Продадим ледяной меч. Или не будем продавать? Нет, давайте не будем продавать. Продадим рубиновый браслет. Продадим стальные перчатки. Вот эти рукавицы пока оставим. Не знаю, правда. Я вам говорил, что потом про них расскажу. Но на самом деле они на кого-то должны быть одеты. Но, как мы видим, рыцарю они что-то как-то маловато и жмут. Не будем пока одевать. Далее нам нужно отдохнуть в гостинице. Наши герои устали. Надо дать им возможность чуть-чуть расслабиться. Ведь впереди еще много-много всяких разных приключений и опасностей. Поэтому пускай выспятся как следует. Так, ну что. Теперь мы в полной боевой готовности. И куда же мы теперь будем направляться? А направляться мы с вами будем знаете куда? У меня есть такая идейка посетить старые города, в которых продавалась магия, недоступная для магов, которая была. Сейчас она будет доступна, потому что мы теперь стали волшебниками. Ну не все, конечно, а два героя. Это Елена и Гарри. Так, сейчас мы полетим сначала в город Провока. Портовый город, может быть, помните, где были пираты? Вот, мы летим туда и купим там кое-что. Так, давайте, надеюсь, вы сами сможете найти этот город. Не буду вам показывать. Ну и потом есть карта, вы можете всегда с ней свериться. Что ж, встретимся в Провоке. Итак, мы находимся в городе Провока. Здесь мы посетим сейчас магазинчики с магией. И посмотрим, что же у нас здесь есть. Такого, что мы с вами еще не могли приобрести. Сойдем в магазин белой магии. Так, 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 здесь у нас... А что у нас здесь? Смотрите, у нас теперь рыцарь может использовать заклинание белой магии. Только низких уровней. Представляете, до чего рыцарь дожил. Но он, типа, может использовать магию. Давайте купим лечение темноты ему. Затем мы купим ему Так же заклинание, которое накладывает молчание на врагов. Купим ему защиту от молнии. И купим, опять же... А что мы купим? Может, надо было купить невидимость? Ну, вернее, увеличивающий ускорение. Ладно, наплевать, пускай у нас будет защита от молнии. Ничего страшного. Так, дальше. А дальше, друзья, мы куда направимся? Здесь-то мы все уже купили. Дальше давайте мы с вами отправимся в город, который находится на озере Полумесяц. Ведь там тоже что-то было. Да, давайте встретимся там. Итак, мы находимся в городке на озере Полумесяц. И давайте найдем магазинчик белой магии. Он был где-то тут, если я не ошибаюсь. Значит, у нас здесь есть очень полезное заклинание, которое называется «Выход». И он... То есть, это заклинание позволяет всей группе выйти из подземелья. На каком бы этаже мы ни находились, это заклинание нас полностью выкинет на карту мира. Представляете, очень полезная штука. Но, смотрите, у нас заклинание шестого уровня у Елены, то есть, уже полностью забиты. Нам нужно что-то удалить. Давайте мы с вами удалим магию, значит, наверное, инвизира, который увеличивает укладение всей партии. Но оно, на самом деле, не будем мы, наверное, им пользоваться. Поэтому смело удаляйте. И покупаем магию выхода. Отлично. Так, следующая наша точка назначения, это... Так, 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 дайте подумать. Наверное, это будет город Эльхейм. Ну что ж, давайте, я туда полетел. Встречаемся там. Итак, я нахожусь в городе Эльхейм. Здесь мы с вами можем много всего купить. Давайте зайдем в магазин черной магии. Здесь мы с вами прикупим вот такое заклинание для Гарри. Это заклинание называется Фокара. Оно уменьшает уклонение всех врагов. Почему мы будем его покупать? Да потому что у Гарри есть место для заклинания третьего уровня одно. Поэтому смело можно покупать. Не знаю, насколько часто мы будем им пользоваться. Может быть, вообще не будем им пользоваться. Но просто так пускай у нас будет заклинание третьего уровня полностью. Так, следующий магазинчик белой магии. Он должен быть находиться чуть северной через речку. Да, все верно. Мы сейчас туда и направляемся. Пройдем мимо кладбища. Никто никого там не посещает. Конечно, обидно. Цветочки принесли бы на могилку там родственникам. Так, что за дела-то? Как к вам попасть-то? Ну, я уж здесь тогда давно не был. Я уже забыл даже, как через кладбище что ли идти? Ох, черт. Да, нам пришлось идти через кладбище. Хорошо, что хоть сейчас день. Так, заходим. Здесь мы будем покупать с вами заклинание Кьюра. Который восстанавливает... Ну, вы все это уже видели. Я тавтологию вот это все повторяюсь. Ладно, покупаем для рыцаря. Магия Кура. Дальше мы покупаем заклинание Нул Блейз. Это увеличивает защиту от огня. Тоже для рыцаря. Так, здесь, по-моему, все. Так, хорошо. В этом городе есть еще парочку магазинов с магией. Давайте немножко ускоримся. Пробежимся. Пускай хоть спортом позанимаются наши герои. Так, заходим. Здесь мы видим заклинание Вокс, которое лечит тишину. Покупаем его Елене. Также мы покупаем заклинание Нул Фрост, которое увеличивает защиту от Альдап. Также для Елены. Все, в этом магазине больше покупать нам нечего. Идем в следующий магазин. Это будет магазинчик Черной Магии, конечно. Здесь мы с вами купим заклинание Слипра. Тоже для Гарри, потому что у него есть местечко. Так, ну и в принципе здесь все. В этом городе все. Так, куда мы дальше летим? Дальше мы с вами полетим в город Мелман. Помните, где земля-то гнила? Там, где мы убивали вампира. Ну вот, отправляемся туда. Итак, мы находимся в городе Мелман. Ищем здесь магазинчики с магией. Вот здесь только нам понадобится магазин Черной Магии. Здесь мы купим заклинание Телепорт, которое транспортирует всю партию на предыдущий этаж. Тоже неплохое заклинание на случай, если у нас погибнет Белый Маг, вернее Белый Волшебник Елена, и останется в живых только Гарри. Тогда с помощью этого заклинания мы можем пошагово вернуться на Ружу. Покупаем. Отлично. Дальше. Дальше куда мы отправимся? Конечно же мы забыли про город Корнелия. Самый наш первый город. Итак, мы встречаемся в Корнелии. Как же давно мы здесь не были. Родной город Корнелия. Ищем магазинчики. Так, друзья, да, смотрите. В общем, вот этот парень в капюшоне. К нему и сейчас подходить не буду, потому что с помощью него мы сможем попасть в бонусное подземелье. Мы с ним обязательно поговорим. Мы не забудем про это. И вы обязательно увидите, что нам скажет этот человек в капюшоне. Так что не переживайте. Сейчас не хочу, потому что больно рано. Мы еще пока не собираемся отправляться в бонусное подземелье. Это будет чуть позже. Поэтому оставим это дело на потом. Заходим в магазинчик Белой Магии. Здесь мы покупаем заклинание Кьюр для Рыцаря. Ну, мало ли там подлечиться придется. Пускай будет, а что нет-то? Дальше заклинание Защиты также для Рыцаря. Заклинание увеличивающее уклонение. Также для Рыцаря. И еще, наверное, зайдем в магазин Черной Магии. Для того, чтобы купить заклинание Фокус для Черного Мага. Конечно же, это заклинание уменьшает уклонение одного врага. Хорошо. Дальше. Вы знаете, что я, когда был в Гае, вернее, когда мы сейчас с вами летали в Гае за заглинаниями, мы кое-что забыли там приобрести. Да, это моя ошибка, мой косяк. Прошу меня за это простить. Но, тем не менее, нам так или иначе придется лететь в город Гае. Все. Встречаемся в городе Гае. И что мы здесь забыли, вы спросите? А мы здесь забыли про одно. Очень интересное оружие. Отгадайте, для кого? О, помните, мы сюда заходили, здесь были кошачьи когти. Ни за что не догадаетесь, для кого они нужны. Да, для Черного Волшебника. Стоит это чудо 52 тысячи. Давайте оденем и посмотрим. Посмотрите. Атака увеличивается на 10. Точность увеличивается на 25. Представляете? Или на 35. Да, на 35. Круто. Одели. Отлично. А что у нас было? Чем пользовался Черный Волшебник? Повар Став. Это посох силы. Нужно его продать. Отлично. Так. Куда мы полетим дальше? Дальше, дальше. Сейчас мы сверимся с картой. Мы вроде все везде прикупили. Давайте посмотрим карту, куда нам можно сейчас слетать. Так. Вот здесь город, где люди разговаривают на непонятном языке. Как нам рассказали жители Гаи. Давайте вот слетаем вот сюда. В принципе, это не так далеко. Кстати, этот континент тоже в виде какого-то, да? Существа. Вроде. Или мне кажется. Ладно. Так или иначе, нам лететь сейчас вот сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Какой-то городишко. Собственно, у нас выбора-то немного осталось. Всего лишь пара городов. По-моему. Если я не ошибаюсь. Так. Раз. Ну да, у нас осталось два города. Больше нам лететь некуда, потому что мы уже везде были. Так. А, вот этот город. Только тут загвоздка, знаете, в чем? До него добраться целая проблема. Рядом просто приземлиться. Ну, нету. Я уже проверял. Нет мест. Поднимаем потихонечку уровень у персонажей. Напали на нас тут тигры. А, ну так вот. Я же вам не договорил. Приземлиться, короче, здесь негде. Вот поэтому так далеко пришлось садиться и пешочком драпать к этому городу. А этот город называется Онрак. Довольно необычное название для города. Так. Давайте смотреть, что у нас тут и кто у нас тут есть. Где жители все? Вот он, танцовщица. Можно поговорить с ней. Посмотрите на мои ноги. Разве они не замечательны? Ну, это... Ты зачем у нас спрашиваешь? Ну, да, симпатичные ноги. И что? И что? Я люблю свои ноги. Смотрите. Смотрите. Вы же видите, что я могу двигаться. Это же просто. Слушай, девочка, ты вообще нормальная, нет? У нас тоже есть ноги. Мы же не радуемся, как ты. В чем прикол-то я не пойму. Так, ладно. Пускай она разглядывает, ходит свои ноги. Мы поговорим с этим солдафоном, который возле церкви. Вы когда-нибудь слышали об Аксиале? Да, мы что-то такое слышали с вами, по-моему, в Гае, там, что-то где-то в озере фея, там, над ней этот Аксиал какой-то есть. В общем, там, фея нам должна его только достать. Ну, по-моему, да, что-то такое мы слышали. Тут стоит старикан. Говорят, что храм ушел под воду 200 лет назад. Теперь там живут русалки. По крайней мере, так говорят. Так. Ну, начинается. Опять 200 лет назад. Опять злые демоны. Так. Смотрите. С иракезом какой-то здесь парень. Так. Парень из каравана продает что-то странное. Угу. Какой парень? Какой караван? Так, о. Пират тут тоже есть. Так, 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 так. Уйди с дороги. Сын чего-то там. Ну, наверное, он тут поматерился. Я не смог поймать ни одной рыбы. Что я теперь положу на тарелку и в живот? Да я не знаю, что ты положишь. Что на нас орешь-то? Так, еще один панк. Тут какая-то группировка, походу, в городе рулит. Так, коп. Это имя, видимо, кого-то. Коп рассказывает какую-то чушь о том, что видел, как что-то блестящее упало с неба. Так, ладно. Мы это запомним. О, здесь среди могил парень гуляет, навещает, видимо, родственников. Говорят, что 200 лет назад здесь была красивая деревня. Да она, в принципе, у вас и сейчас неплохая. Я бы так сказал. Так, ну что, в верхней части города, по-моему, мы поговорили со всеми. Давайте спустимся сейчас вот сюда. Здесь у нас ходит девушка с зелеными волосами. Так, мой отец ушел с караваном. Сейчас они где-то в пустыне на западе. Это значит нам про твоего отца, что ли, говорили, что он что-то продает? Это я так от себя говорю. Так. Как правило, они разбивают лагерь в лесу. Всего в паре шагов от северной части пустыни. Я надеюсь, что он скоро вернется. Она, короче, нам описала путь, где находится караван. И другой нам человек сказал, что там что-то продается. Короче, мы с вами должны будем туда сгонять обязательно. Посмотреть там, что продают. Там отцу привет от дочки передать, ну и так далее. Тут у нас... Кто? Ведьма стоит, да? Какая-то. Эти ноги действительно твои? Слушайте, ребята, у вас тут что, с ногами что ли проблемы? Я не пойму. Так, заходим в магазин черной магии. Здесь мы покупаем заклинание Сабер, которое увеличивает атаку заклинаний и повышает точность. Учим черному волшебнику. И ослепляет одного врага. Но это заклинание нам можно не учить, потому что оно не нужно. Идем в соседний магазин белой магии. Посмотрим, что нам предлагают здесь. Здесь есть... Защищает... Партию от мгновенной смерти. И восстанавливает много жизни всей партии. Что покупать-то, я даже не знаю. Защита от мгновенной смерти и... Давайте защиту от мгновенной смерти возьмем. Пригодится. Все, больше здесь покупать нам нечего. Это были заклинания седьмого уровня. Так, куда нам идти дальше? По мостику. Спускаемся чуть южнее в город. Вот у нас... Так, еще, в принципе... О! Дракоша! Нормально. Уй... Так... А, удивительно. Люди были удостоены чести самого короля драконов. А ты что думал? Конечно. Так, ладно. Драконы по городу гуляют вообще прикольно. Так, дальше. У нас тут девушка. Так, так, так. В затонувшем храме полно сокровищ. Серебро, золото, бриллианты. Даже записки, описывающие потерянные языки и цивилизации. Если верить легендам. Тут такая картиночка, короче, вырисовывается. Ребят, смотрите. Есть город, да, где говорят на непонятном языке. Потом эта девушка нам рассказывает, что в каком-то там затонувшем храме есть записки о каких-то там языках, там, древних и цивилизациях. Видимо, нам туда нужно сходить, в этот подземный, подводный, вернее, храм, найти эти записки. Подводный храм, он, наверное, ну, как, наверное, там же вода, это еще один элемент стихии. То есть, это мы там с вами сможем восстановить свет третьего кристалла. То есть, короче, нам нужно будет под воду. Здорово. Так, ученый какой-то здесь. Давным-давно древняя раса, известная как Небесный Народ, использовали луфинианский язык. Так, да, древняя раса, луфинианский язык, это что-то знакомое. Где-то мы это слышали уже, точно, точно говорю. Так, мой брат Ум всегда об этом говорит. Он рассказывал мне, что будь у него камень розетты, то он тоже мог говорить на этом языке. Ум, помните, там в Мелмонде был такой парень, который говорил, типа, я Ум, вы что, меня не знаете? Удивительно, странно, там, туда-сюда, помните, да? Короче, ему нужно будет принести камень розетты. Так, гостиница новенькая. Номера люкс, пять звезд, все дела. Стоит это чудо 300 гилей, мы не пойдем, потому что мы с вами недавно отдыхали. Идем исследовать городишко дальше. Посмотрим, что у нас есть тут. Так, у нас тут парень с синими волосами. Привет, меня зовут Коп. Ха, ты хочешь услышать о том, как я видел светящуюся штуку? Да, нам про тебя говорил один панк, там, чуть выше. И говорит, что это все чушь, кстати. Я думаю, что это упало около водопада на севере. Так, ребята, запоминаем. Водопад на севере, нам туда точно нужно будет слетать. Никто не верит мне, но я думаю, что это было какое-то механическое существо. Вот дела, вот дела, ребята. В общем, нам нужно будет сгонять в караван, сгонять на север к водопаду. У нас куча, куча дел, друзья. Так что, не расслабляемся. Тут старикан стоит, говорит, 200 лет назад храм Онрака процветал. Он обладал силой воды. Да, я же вам говорил, что это стихия воды, и что нам по-любому туда нужно будет. Так, я хочу попросить вас об одной вещи. Пожалуйста, восстановите эту силу, чтобы вернуть ее благодать. Да все, без проблем, старик. Батя, ты вообще не переживай, все будет хорошо. Так, единственная проблема, вот в финалках, вот именно сделано вот на этом движке, то что здесь NPC ходят так, что просто не подойти к другим. Они заблокируют просто проход, и приходится тупо стоять и ждать. Ну, благо сейчас парень с синими волосами быстро свалил, и мы с вами смогли подойти к девушке. Так, я хочу спасти русалок, живущих на морском дне. Поэтому я сделала эту подводную лодку из бочки. А кто тебя научил делать подводные лодки из бочки? Интересно. Так, ладно. Ну, когда я оказалась под водой, у меня закончился воздух, и я не могла дышать. Это совершенно бесполезно. Даже хуже, это опасно. Вам лучше держаться подальше. Так, ты за нас не переживай, у нас все нормально. Так, ну что, ребята, у нас сейчас два пути. Это водопад и караван. Но прежде чем мы это сделаем, знаете, куда мы сейчас сгоняем? Давайте сходим в тот город, где, говорят, живут люди. Так вот, сгоняем в город, где, говорят, живут люди, которые разговаривают на непонятном языке. Я предлагаю сейчас сгонять туда. Туда слетаем, посмотрим, что там за народ такой живет интересный. Так, а у нас где он находится? Давайте сверимся с картой. Он находится... Так, мы с вами сейчас здесь. А нам нужно... Во, мы сейчас просто вот так на запад полетим и перемахнем на другую сторону карты. То есть здесь... Как... Ну, земля-то круглая. Если мы полетим на запад, мы по-любому вылетим с востока. Так что отправляемся в западную часть. Где-то город должен быть здесь. Проверяем. Так, еще южнее. И тут опять такая же проблема. Здесь негде сесть. Ищем местечко. Но, к сожалению, пока не могу найти. А вот здесь... Во! Сели. У нас новый противник это Алазавр. Вот такая здоровая махина. Да, динозавры здесь тоже водятся. Во вселенной Final Fantasy. Но это, конечно, хорошо, потому что мы встретили нового врага. А чем это хорошо? Хорошо тем, что у нас пополнится бестиарий. Ну и к тому же мы легко с ним справились. Так, продолжаем бежать к городу пешочком. Я нашел ледяной щит, потому что мне попались зимние волки. А ледяной щит у нас уже одет у рыцаря. Поэтому мы его можем продать и заработать нормально денег. Так, хорошо, бежим. По дороге попадаются разнообразные враги. Такие как тролли, зомби-минотавр, зимние волки. Много здесь всякой живности. Так, вот мы добежали до городка. В этом городке живут луфиниани. Потому что город называется Луфиния. Так, давайте попробуем. Лу-па-гам-хи-т-хо. Что? Что ты сказала? Лу-па-гам-хи-т-хо. Что-что? Так, друзья, они говорят все одно и то же. К тому же здесь нет никаких магазинов. Да, значит, нам все-таки нужно с вами узнать этот луфинянский язык. И потом уже, конечно же, прийти сюда. Но здесь мы читали, что у фонтана. Так, прежде чем продолжить, я бы хотел вам показать одного врага, которому мы пропустили. Этот враг водится около цитадели испытаний в пустыне. Там пустынный червь. По-моему, мы еще с вами его не открывали в бестиаре. Давайте я сейчас быстренько туда сгоняю. Покажу вам этого врага. И мы с вами разберемся, что же будем делать дальше. Ну, а вот, собственно, и новый враг, которого я хотел вам показать. Это песчаный червь. Давайте сейчас быстренько с ним справимся. Думаю, это будет довольно просто. До одного дара Джека хватило. Так, я хочу на этом завершить серию, потому что мы и так много здесь всего сделали. Мы посетили все старые города, приобрели всю магию, которую можно было приобрести. Посетили новый город, где узнали много информации о водном затопленном храме, который где-то нам под водой. Узнали, что нам можно что-то приобрести в караване, нам нужно будет слетать водопад. В общем, мы много всего узнали. И дальше мы будем продвигаться, наверное, к водопаду в следующей серии. Ну, а может быть, к каравану я еще пока не решил. Просто серия уже довольно долго идет. И я думаю, что на сегодня хватит. Ну что ж, на этом все. Ссылка на плейлист под видео в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Денис. Всем пока!